Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Биткоин у нас снова находится в поисках дна. Я думаю, ребята, что дно уже очень близко. Возможно, вот это оно и было. Как бы может быть не глобальное, но локальное дно точно, потому что смотрите, дневной таймфрейм, индикатор Пифагора BigGuy засигналил очень-очень сильно. Как вот здесь, видите, был сильный отскок. Так и в любом другом месте, если вы посмотрите, был сильный отскок после такого рода сигнала. Но если мы отдалимся на дневку, то он вообще супер-мега-сильный, посмотрите. Дал сигнал на сайферской зеленой точке, вот именно когда мы падали на 25 тысяч. Сопоставимый, да даже не сопоставимый. Посмотрите, на коронадампе гораздо меньше был этот сигнал. Но на трехневке или на недельке они более-менее сопоставимы. Вот, посмотрите. На трехневке этот сигнал сопоставим с дном медвежьего рынка в конце 2018 года, а на недельке с коронадампом. И то на коронадампе, посмотрите, был всплеск этот меньше, чем сейчас. Это всплеск типа большого покупателя. И что интересно, посмотрите, как вела себя цена. Да, он показал точное дно вот здесь, но после этого цена еще раз сходила и не обновила этот лоу на угасании самого индикатора. То есть, давайте мы приблизимся. Вот, посмотрите, сильный сигнал. Сильный сигнал был вот здесь. После этого тень уже не закрылась ниже, чем предыдущая. То есть, пошла как бы вот такая дивергенция индикатора и цены. И после этого мы развернулись и уже начали конкретно отрастать. И улетели с 4000 на 60. Я не говорю, что мы прямо сейчас после этого также улетим, но я говорю о том, что технический отскок хотя бы вот в район там 40 тысяч или 37 напрашивается. Ну, как априори, сейчас и S&P развернет, и NASDAQ. Поэтому смотрите, как ведет себя сейчас цена. Снова этот индикатор сигналил вот здесь. И так же, как в прошлый раз, посмотрите, он отсигналил, потом мы пошли наверх, и появилась зеленая точка на сайфере. Здесь то же самое, смотрите, он отсигналил. Это было типа абсолютное дно, 26 тысяч. Мы пошли наверх чуть-чуть, индикатор пошел вниз, зеленая точка на сайфере. И сейчас по этой аналогии мы не обновляем лоу, то есть мы рисуем вторую тень чуть выше, получается вот такой дивер. И мы улетаем, цена улетает. Это то, чего я сейчас жду в рамках локального отскока, ребята. Еще раз говорю, потому что сейчас все может быть. Могут, конечно, рынок ушатать еще ниже. Если мы откроем профиль объемов, то мы видим, что тут вообще отсутствуют объемы, как таковые, вплоть до 18 тысяч долларов. Первый объем хороший. То есть тут, в принципе, вот это расстояние, можно падать и падать еще смело. Но чисто по технике, ну, как бы так, без отскока падать, очень странно, безоткатно. Вот у нас ближайший кластер объемов – это 23-24 тысячи. Я думаю, что все-таки мы сейчас технически отскочим, даже если мы потом пойдем дальше вниз. То есть мы вот как-то так сейчас сделаем, куда-нибудь на 35, а то и на 40. И потом, может быть, будем обновлять лоу. Возможно. Еще не точно тоже. Поэтому пока другие паникуют и обсираются, я думаю, что нужно потихонечку добирать позу. Что я, собственно, сейчас и делаю. Лимиточками. Те, кто читает наш Телеграм, наверное, знают, что мой вчерашний лонг закрылся по стоп-профиту, который я передвигал на стриме. Куда-то вот сюда или сюда, я уж не помню. В общем, его выбило, и теперь я перезахожу только лимитками. Потому что по рынку, когда вы заходите, у вас сразу сжирает куча комиссий. Поэтому лимитками по чуть-чуть на пролив вот от этой тени. Если вдруг сейчас мы заколем еще ниже, то вот они стоят лимиточки. Я котлету разделил на 100 частей. То есть я могу поставить 100 лимиток хоть еще ниже. Но фишка в чем? Вот оно сходило, набралась часть позы. Если сейчас оно пойдет еще ниже, наберется еще часть позы. Но в какой-то момент она же все равно отскочит. И средняя цена входа получится где-то здесь. Понимаете, какой расклад? И вот здесь уже надо будет начинать разгружаться потихонечку. И уже финально разгружаться, когда мы отскочим куда-то вот туда. То есть это 30-минутный таймфрейм. Здесь этого так не видно. Ну вот. И получится, что да, вот у нас это предыдущее дно. Предыдущее low. Предыдущее low вот здесь. И мы, может, сходим куда-то сюда или даже чуть ниже. Надо еще поставить лимиточек. И потом отскочим наверх. Вот какого-то такого плана я придерживаюсь. Но опять же, посмотрите по HGR. У нас было аномальное количество ликвидаций вот здесь на этом проливе. Поэтому возможно, что вообще это и было локальное дно. Потому что, смотрите, у нас такого количества ликвидаций не было в принципе здесь нигде вообще. Вот тут были какие-то такие, но они на самом деле мизерные по сравнению вот с этими. Вот видите, это единственная такая палка ликвидации лонгов вот здесь. Похоже, что многие зашли в лонг вот здесь. Да, на всех вот этих уровнях. И их просто побрили, вот сходили за стопами, ликвиднули. И сейчас мы разворачиваемся. Поэтому я буду смотреть. Если мы сейчас прям очень сильно начнем отскакивать, то этот план отменяется, и лимитки можно будет смело двигать выше. Вот таким вот образом, скажем. Но, ребята, естественно, дисклеймер, не финансовый совет на свой страх и риск. Если вы торгуете вообще с плечом, вы должны понимать все риски и брать их на себя. Я торгую этим, как вы видите, на бирже Femex. Также торгую на Bybit, на KuCoin. В общем, ссылки на все биржи, как всегда, в описании. В общем, guys, это был короткий апдейт по ситуации, как я вижу рынок. И для меня сейчас очень хорошая возможность. То есть дают, бери называется, ну, как бы, что, падаем, покупаем потихонечку, лимитками покупаем, растем, разгружаем. Вот и весь трейдинг. Так что, ребята, всем профитролей. Торгуйте осторожно с расстановкой, с риск-менеджментом. Будьте жадными, когда на рынке страх. И опасайтесь, когда на рынке жадность. Вот и все. С вами был Гринни, всем профитролей. И до следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok